В следующие выходные в Москве открывается беговой сезон. В воскресенье состоится первый забег, он так и называется, первый. Затем в мае состоится полумарафон, затем красочный забег, ночной музыкальный полумарафон. И в конце сезона, 20 сентября, уже московский большой марафон. У нас в студии директор марафона Дмитрий Тарасов. Дмитрий, добрый день. Добрый день. Дмитрий, вот марафоны в Москве начались не с вас и не под вашим руководством. Но тем не менее, даже мои какие-то знакомые, принимавшие в них участие, последние годы отмечают, что произошли какие-то кардинальные изменения. Вот вы сами как оцениваете достижения? Что вам удалось привнести в эту культуру бега, культуру спорта, что люди как-то стали иначе отзываться об этом? Ну, вы правы, что на самом деле мы не являемся законодателями МОД, и мы не первые, кто в принципе так или иначе занялся этим по развитию марафонского движения. Я бы не сказал, что мы чего-то добились сверхъестественно, а пока мы идем в соответствии с намеченным планом, мы вкладываем очень много сил, эмоций и денег в развитие этой ситуации. Потому что, если обратить внимание и сравнить нас с лондонским, нью-йоркским, парижским марафоном, мы, поверьте, еще только в самом начале. У них бегают 45 тысяч марафонцев, а у нас пока еще 7 тысяч марафонцев. Это такая далекая мечта. Хотя, в принципе, она сейчас может реализоваться в этом году. А сколько на прошлом марафоне было? 5 тысяч марафонцев. 5 тысяч марафонцев. Как все устроено? Сколько человек должен заплатить? Куда идут эти деньги, которые он платит за участие? Потому что, опять же, если вы сами ссылаетесь на опыт Нью-Йорка, там, самый известный, наверное, в мире марафон, да, или Лондона, то обычно это сопряжено еще с благотворительными проектами. Как у нас? Ну, на самом деле, мы идем по той же самой схеме, да, экономической. Как всем известно, да, что все марафоны целиком, их бюджет, да, он состоит из нескольких составляющих. То есть, деньги туда поступают несколькими путями. Первое, конечно, взносы участников, да, которые платят. В нашей ситуации это стоимость стартового взноса для марафонцев это 1200 рублей. Если сравнить со взносами, которые бегуны платят на Нью-Йоркском, Бостонском и других марафонов, да, то мы намного их дешевле, я бы сказал, что в два-три раза мы... Тем более по сравнению с нынешним курсом. С нынешним курсом, естественно. Но еще не забывайте, что если русские выезжают куда-то за рубеж просто пробежаться, да, поучаствовать в каком-то марафоне, они должны понимать, что еще курс скажется на их посещение, на гостиницу, на перелет и на питание, и на все остальное. Поэтому в целом это намного дороже. Вот. Если говорить о следующем источнике, это, естественно, спонсорские деньги, да, потому что мы сейчас очень активно ведем работу со спонсорами, которые нам начали доверять. Когда мы просто начинали сам процесс создания московского марафона... Три года назад. Три года назад, да. То многие спонсоры отворачивались от нас, потому что все, что они видели у нас в стране, да, это фактически маленькие мероприятия, между собойчики, в которых участвовали в основном старшие поколения, да, это воспитанники, которые, ну, это люди, которые, в принципе, воспитались на советской эпохе, да, как бы на советском спорте воспитаны, да, вот. И поэтому, естественно, это не было никому интересно. Сейчас ситуация очень сильно кардинально меняется, к нам приходят спонсоры, которые сами нас находят, сами готовы вкладывать, поэтому в целом ситуация очень хорошая. Ну, и третий источник, конечно же, как об этом мы все это говорим, ни одно покое начинание невозможно без поддержки государства. Да, это связано не только финансово, это связано... Это вот предыдущие экономические темы, видимо, решили сами вернуться. Да, да, но я не строю никаких иллюзий, все равно без поддержки государства создать это невозможно, но у нас есть очень положительный момент. Если мы, когда мы начинали процесс создания марафона, мы говорили, наша задача за пять лет уйти от господдержки. Да, это у нас такой был стратегический план. В принципе, сейчас мы приходим к ситуации, когда поддержка государства сокращается, но при этом сам марафон развивается. Следовательно, тех денег, которые уже марафон начинает зарабатывать, достаточно для того, чтобы проводить данное мероприятие. Я иду именно непосредственно к этому. То есть вы деньги, которые зарабатываете, вкладываете в следующие события плюс спонсоры? В это же событие. Объясню, почему. Потому что стоимость вообще марафона, есть некая цифра, которая является усредненной для всех марафонов. Чтобы сделать марафон, в котором количество участников достигает около 30-40 тысяч человек, то цена такого мероприятия около 2,5 миллионов долларов. Но, естественно, никто в нашей стране таких денег не даст, в том числе и государство, на развитие такого проекта. Но поддерживать нас поддерживают. И здесь я на самом деле хочу сказать большое спасибо и руководителям города, и мэру, и заместителю, и на самом деле Москомспорту. Кто именно вас поддерживает? Москопспорт, да? Москомспорт, да, Алексей Олегович Воробьев, который всячески старается помогать нам во всех моментах, связанных с проведением мероприятия. Но здесь и отметить на самом деле нужно не только его, но и, в принципе, весь город, который повернулся к нам лицом. Но, да, если когда мы начинали, было очень много разговоров на тему того, ну что у вас бежит всего 200 человек, и ради вас перекрывать город. Сейчас бегут ваши знакомые, мои знакомые, их знакомые, их друзья, их коллеги. Может, мы с вами побежим, но вы-то наверняка бегаете. Ну я бегаю, но не бегаю марафоны, да. Но имейте в виду, что это становится некой общественной, ну, скажем так, общественным интересом. Да, вот именно бег. Да, люди начинают бегать, привлекать своих коллег, друзей. И в целом марафон начинает расти. Ну вот смотрите, есть такое понятие «капковщина» в хорошем смысле. Это то, что привнес в город Сергей Капков, бывший теперь уже глава департамента культуры Москвы. А в спорте есть такой чиновник, вот это глава Москомспорта, или кто-то, кто тоже какой-то прорыв, но со стороны спорта совершил, поменял отношение людей к спорту, к городскому спорту, и количество участников только стало расти. На самом деле, да, я не хочу сказать, что там совершен гигантский прорыв, но с приходом Алексея Олеговича у нас на самом деле все стало лучше. Это, на мой взгляд, появилось очень много интересных молодежных проектов. Я не говорю сейчас только о «Московском марафоне», потому что я отслеживаю в целом всю цепочку. И его поддержка, его участие в каждом из этих проектов на самом деле очень сильно сказывается. И эти проекты, конечно, не поддерживаются на все 100%. Он всегда говорит, ребята, вам надо научиться искать деньги, помимо того, что в бюджете Москомспорта, находить их, работая правильно со спонсорами, привлекая их. Поэтому мы чтим его указания, да, и стараемся делать именно так. Понятно. Сколько стоит? Какой бюджет у вашего события? Ну, с учетом, наверное, привлекаемых спонсорских денег. Вот вы сказали какую-то колоссальную сумму, 2,5 миллиона долларов – это в мире, если там 30 тысяч 40 человек участвуют. Сколько у нас это стоит? Ну, у нас, естественно, она меньше. Но если я вам скажу так, что если бы вы знали бюджеты предыдущих лет, которые выделяли бы городом, назову это пока так, на спортивные массовые мероприятия, то, конечно, сейчас бюджет городской покрывает примерно 50% того, сколько там стоит сам марафон. И сколько он стоит? Ну, я вам сейчас не могу сказать эту сумму, потому что она каждый год увеличивается, да, и увеличивается. Ну, вот на данный момент вот сейчас вы уже готовите. На данный момент сейчас нельзя сказать, потому что марафон еще не состоялся. И мы, как организаторы, стараемся принести в него какие-то новые элементы, которые сейчас, допустим, нельзя прочитать, сколько они стоят, да. То есть мы придумываем, запускаем новые проекты, придумываем, запускаем новые технологии. Это все требует, ну, капиталовложений. И поэтому сказать, во что обойдется, там, допустим, московский марафон 2015 года, сейчас, да, я не могу сказать. А 14 во сколько обошелся? Вы все-таки пытаетесь. Но на самом деле очень серьезная сумма обошелся. Конечно, мы не достигли порогов 2, спайной миллиона, но, скажем так, очень много. Ну, то есть это в миллионах долларов? Ну, я бы сказал, что в десятках миллионов рублей. Угу. Я вас еще хотел спросить про благотворительность. Учитывая спонсоров, насколько вы плотно сотрудничаете с какими-то благотворительными фондами? Или пока эта культура еще не пришла в московский спорт? Ой, да, этот вопрос задает очень многие. Я, на самом деле, рад, что вы подняли эту тему, потому что в целом до, наверное, появления московского марафона история с благотворительностью была построена на очень российском опыте. Что это значит? Что появлялись очень многие фонды, которые хотели получить от организаторов какую-то часть дохода, которую получают от каждого участника. На самом деле международный опыт совсем другой. В основном там участники сами платят в благотворительные фонды, но при этом благотворительные фонды прикладывают максимум усилий для того, чтобы затащить на свою сторону того или иного участника, его деньги. И они занимаются не столько продвижением фонда, они еще и продвигают сам марафон. Вот как раз сейчас мы идем по этой модели, да, и я могу сказать, что там опыт прошлого года, 2014-го, показал, что очень маленькие фонды достигли очень хороших результатов. Да, и таких фондов у нас, чтобы вы понимали, не один, да, и не два, их там около десяти, и их количество растет с каждым годом, потому что все наконец-таки увидели, что такое марафон и как он может приносить деньги непосредственно в благотворительном фонду. Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Тарасов был у нас в студии, директор московского марафона.